Хави может остаться в Барселоне. Бавария начала переговоры с новым специалистом. Новый кандидат для Ливерпуля. Модрич продляет контракт с Реалом. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич изъявил желание остаться в клубе еще на один год, сообщает АС. В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей, забил два мяча и отдал 6 голевых передач. Вестхэм рассматривает Рубена Амарима и бывшего тренера Реала Хулина Лапитеги в качестве замены для Дэвида Моэса. Об этом сообщает Sky Sports. По их информации, лондонский клуб в данный момент проводит комплексную проверку этих двух специалистов. Поскольку контракт Моэса истекает этим летом, а шотландец еще не принял решение о своем будущем. Барселона продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sport.ES. По данным источника, Барселона ранее надеялась, что удастся уговорить Хави остаться в клубе. Однако после вылета команды из Лиги Чемпионов, каталонский клуб сдержаннее рассматривает перспективы специалиста. В клубе следят за главным тренером Арсенала Микеле Мартеттой, тренером Манчестер Сити Хасепом Гвардиолой и Луисом Энрике из ПСЖ. Однако по сообщению Эль Черенгита в Твиттере, Хави ближе к тому, чтобы все-таки остаться в каталонском клубе, а не покидать его по завершении сезона. В ближайшее время Хави должен встретиться с президентом клуба Жуаном Лапортой и спортивным директором Синегранатовых Деку, чтобы обсудить возможное продолжение сотрудничества. В конце января Хави заявлял, что покинет Барселону, а также неоднократно отмечал, что принял единственно правильное решение и менять его не собирается. УЕФА разрешит сборным расширить заявку на Евро-2024. Как передает Sky Sports, в понедельник делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки национальных команд с 23 до 26 игроков. Отмечается, что в начале апреля за расширение заявки на Евро выступили тренеры сборных. Соответствующая инициатива была предложена на собрании, состоявшемся в Дюссельдорфе в начале апреля. Главный тренер французского Лиля Пауло Фонсека является одним из кандидатов на замену Юргена Клопа в Ливерпуле. Об этом сообщает Enfield Watch. По информации источника, руководство Мерсесайского клуба восхищено успехами португальского тренера во французском чемпионате и уже провело неофициальные переговоры с Фонсекой касательно возможного назначения на пост главного тренера. Отмечается, что при этом вариант с приглашением наставника португальского спортинга Рубена Амарима на фоне его переговоров с Вестхэмом находится под вопросом. Наставник молодежной команды мадридского реала Рауль Гонсалес готов покинуть королевский клуб. Об этом сообщает АС. Специалист возглавляет молодежку Сливочных с 2019 года. В последние годы он периодически получал предложения от других клубов, но оставался с Реалом, надеясь возглавить основную команду. Теперь Рауль готов покинуть Мадрид ради работы главным тренером. Ранее сообщалось, что у него есть предложение из двух чемпионатов. Контракт испанца с королевским клубом рассчитан до 30 июня. Лейпциг рассматривает разные варианты продолжения карьеры Дани Ольма. Как сообщает журналист SkySport Deutschland Филипп Хинце, Лейпциг со спокойствием относится к заинтересованности Барсы в приобретении 25-летнего испанского игрока. Либо Ольма останется в клубе, либо немцы получат 60 миллионов евро. На данный момент с РБ Лейпциг никто не связывался, хотя интерес к Дани у топ-клубов имеется. Никакого особого варианта отступных, который распространяется исключительно на Барсу или другие испанские клубы, не существует, написал журналист. Ранее сообщалось, что руководство Барселоны планировало оформить переход Дани Ольма в рассрочку. Сам игрок не возражает против перехода в каталонский клуб. Унай Эмери продлил контракт с Бирмингемской Астон Виллой до 27-го года, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны Барсы и Баварии. По информации источника, испанец счастлив в английском клубе. Также сообщается, что руководство Виллы и Эмери намерены сесть за стол переговоров предстоящим летом, чтобы обсудить еще более продолжительное продление контракта. Владельцы видят, что Эмери может стать их версией сэра Алекса Фергюсона. Мюнхенская Бавария начала переговоры о назначении Ральфа Рангника. Как сообщает журналист Флориан Плетенберг, Бавария хочет решить вопрос с новым главным тренером в ближайшее время. После отказа Юлиана Нагельсмана, продлившего контракт за сборной Германии, мюнхенцы провели переговоры с Рангником. Отмечается, что в клубе оценивают ситуацию оптимистично. Также сообщается, что Бавария включила в шорт-лист тренера Брайтона Роберто де Дзерби. Однако Рангник считается фаворитом на замену Томасу Тухелю. При этом мюнхенцам, скорее всего, придется заплатить за его назначение, поскольку контракт тренера со сборной Австрии действует до 26-го года. Хави оценил вклад Жуау Канцелу в игру Барселоны в нынешнем сезоне. По данным Diario Sport, главный тренер каталонского клуба считает, что португальский защитник является универсальным игроком топ-уровня и бесспорным игроком основного состава, оказавшим большую помощь в этом сезоне. Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба Деку заинтересован в сохранении арендованных Жуау Канцелу и Жуау Феликса. PSG не поменял намерений приобрести ламины Ямала грядущим летом и готов заплатить за него 200 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание Le Parisien. По их информации, Ямал входит в список наиболее приоритетных целей французского гранда на грядущее трансферное окно. Paris Saint-Germain видит в Ямале замену Кильяну Мбаппе, который покинет клуб по окончании этого сезона.